Вы возьмите перекись, капаете в нос, да еще шприцом, не трехпроцентный, а разведите четверть стакана воды, туда капните 15-20, трехпроцентный перекись и берете шприц в один нос, в ноздрю, во вторую, утром, вечером. У всех гриб будет, у вас его не будет. А тамарный кислород убивает любых паразитов, которые мешают жить. Вирусы, грибки, микробы, глистноинвазия, онкоклетки, все убивает. А нормальные клетки расцветают, живут. И вот этот опыт, который позволит мне сегодня для врачей особенно сделать вывод. Есть два типа больных. Человек живет, работает, друг за ночью поколола, ой, поболела, полежу. Утром встала нормально, пошла на работу. Проходит полмесяца, месяц, это звоночек сильнее. О, побаливает голова, там, печень, там, почки, где-то сердце заколол. Берет, дайте мне сердечно, дают, без рецепта. И, кстати, сегодня то, что творит у нас в России, это преступление. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения выездную сессию делала у нас. Один из существенных докладов. Антибиотик вызывает заболевание, которое сегодня вылечить никто из медиков не может. Во всех странах запрещено без рецепта выдавать эти лекарства. У нас в России покупать все, что хочешь. Ну, как это называется? Ну, ладно, вот эти звоночки, потом они сильнее, вы уже идете к врачам, уже назначают с учетом ее, ну, знания. Уже болезнь еще. Вечером полуинфаркт, сердце забрали в больницу. Уже больной. Это называется уже хроник. Это уже привязанный к медицине больной, потому что я на всех уровнях заявляю, официально, врач, что гипертонии такой болезни нет. А есть у нас бакулевский сердечно-сосудистый, есть Чазовский центр, который лечит так называемую болезнь гипертонии. Ну, вы представляете? Ну, наглость. Врач, так же, как получил образование, как они, заявляют, что такой болезни нет. Но здесь, вот в этом маленьком центре в Кирове, за три недели кровяное давление становится нормальным, лекарства все выбрасываются, гипертонии нет. Нету. Я нашел причину. А теперь второй тип больных. Люди увлеченные, страстные, работать любят. У них все там, ну, крутится в руках. То, что он замыслил, получает. На эти звоночки он не обращает внимания. И что получается? У нас в организме есть резервная система. МЧС, КГБ, НКБ, все что угодно. Своя лаборатория. Стволовых клеток у нас немерено. И вот теперь вот эти резервы там работают. Вечером вы легли. Они там включают все свои грязь, выбрасывают, восстанавливают. У него пока работает на пределе. Пока эти резервы работают. Они 80 раз превышают любые патологии. И вот сегодня он ушел с работой. До свидания, до завтра. Намечил нам совещание. А утром не пришел на работу. Спрашивает, Иван Иванович где? Нету. Куда нет? Работа тут. Он попал в больницу. Хорошо, если попал. Помер. Почему? У него резервы вот эти все уже исчерпаны. Их нет. Работал он на одном пределе. Ну, как называется, на одном дыхании. И умер человек. А вот сейчас вот. 40, 45, 50 лет. Мужики. Они же должны корбельцы быть. А там заставляют по 12-15 часов работать. Профсоюза нет. Выжимает из них все что угодно. Этот трудоголик работает. 40, 50, 60. Вот до 50 лет сейчас инфаркты и инсульты. Посмотрите статистику. Я после 40 лет ни одного не видел человека здорового. С моей точки зрения. Фильтр, печень забилась грязью. Почему? Вот представьте. Вы тоже технари. Конвейер работает у нас. Вот это дробильный цех. Вы должны пищу, которая попала сюда, раздробить, чтобы вы не глотали, а пили эту пищу. Прослюнявить ее, чтобы температура была такая же, как тело. И она льется. А в это время компьютер смотрит тарелки. У вас мясо, каша там будет, хлеб, закусь какая-то. Для того, чтобы мясо там разложить, разъесть, нужна соляная кислота покрепче. Для каши поменьше, для хлеба поменьше. Вы поели, ой, как вкусно приготовили эти кулинары. Чай, кофе, конечно, вы пьете. Вы разбавили желудочный сок, пищеварительные соки, и концентрации их не хватает переварить мясо. И мясо начинает гнить. Ну, можете мне поверить. Я хирург. Когда вскрываешь, вонь такая там стоит. В туалет, когда нельзя мужской зайти, или женский там, это все мясо не переработано. Но за это отдувается печень. Всю эту мразь, всю эту грязь, печень. Первый фильтр. И он засоряется. У взрослого человека 8-12, в среднем 10, это норма. До 15 звоночков нет. 15-20 появляются звонки. 15-20, 25 уже человек идет к врачам. 25-30, это мой опыт, это уже операции. Ближе к 30, после 30, онкология 100%. Оказывается, в этой грязи вся патогенная микрофлора, там ее хлебом не кормят, это рай для них. Они начинают мутировать, они начинают размножаться. Изменяют свою программу, по которой они работают и приобретают злокачественный образ. Все. Если вы хоть один глоток делаете, пьете во время еды, после еды, вы никогда здоровы не будете. И рано или поздно восстанавливают, возникают вот эти шлаки, которые засоряют организм, медленно накапливаются до определенной степени, все хана. Никто вам помочь не может. Ни один врач это не учитывает. Второе. Второе. Вопрос в отношении дыхания. С помощью дыхания у меня есть книжка «Резервная возможность организма». Дыхание – сознание. С помощью дыхания можно лечить очень многие заболевания. Там нужно знать соотношение углекислоты и кислорода. Раньше давали специальные мешки, с цирком плохо давали дышать. Вот этим кислородом. Это все. Убыстряли процесс умертвления этого человека. Ему не надо дышать. Дышать нужно так. Вот чуть-чуть вдохнули. И медленно-медленно выдыхать. Вдох к выдоху должен быть один к 10, 15, 30. Вы должны научиться за один раз не дышать. Или вот так выдыхать. А лучше всего вдох, выдохнули и не дышать. Одну минуту за один раз. Но в сутки минимум 30 минут или один час. Сидите, совещание, собрание. Надоело слушать одно и то же. Вдохнули, выдохнули и не дышите. Вы задерживаете дыхание. И накапливается углекислота. Должна быть 6-6,5. А кислородов клеток всего 4. Когда вы начинаете пыхтеть, кислорода туда накапливаете, углекислота выдавливаете, обморок, обморок, боль и все прочее. А я всего рекомендую. Вот мешочек, который хлеб продают, знаете, маленький такой. Вот копейки там стоит. Вы берете этот мешочек, вот сюда и под нос. Зажимаете края и начинаете дышать в мешочек. И выдыхать, вдыхать из мешочка. Две минуты, не больше. Вы восстанавливаете углекислоту. А у вас инфаркт должен быть. У вас суставы забыли. И через 2 минуты боль прошла. Кто об этом знает? Никого это не интересует. Следующее. Если вам врачи поставили диагноз, вас никто вылечить не может. Слово болезнь вызывает мощнейшую негативную реакцию. Вы ищите врача. А где их хороших? Их нет. Вы ищите лекарства. Бегаете, платите деньги. Да не вылечит вас ни одним. Болезней нет. Я на всех уровнях утверждаю. Вот в прошлом году или позапрошлом вышла газета «Аргументы и факты». И корреспондент вывез сверху. Рака и СПИДа нет. Заявил профессор Немуак. На суд меня никто не позвал. Я-то прав. Состояние есть, но болезней нет. С вирусами надо дружить. Без вируса мы жить не можем. Вирус это такой же человек. У них ДНК, свои хромосомы. Все такое же. Только разница вибраций, цепочки в этой. Все то же самое. Все хотят жить. И те паразиты, которые у нас, или вирусы живут, они должны знать, кто у них хозяин. От этого хозяина, от сознания зависит все остальное. И даже онкологи знают. Выписывают и говорят, ну все, помер. Две-три недели, вот вам обезболивающие. У меня очень много людей, которые после этого уезжали в Сибирь, в кедровые рощи, там речка, ловили рыбу, ходили, все ели то, что там есть. Через 3-4 месяца приезжали. Метастаза нет, рака нет. Почему? А там озон. Там воздух один питает. И он наплевал на все, купался в этой проруби, проблем и нет. Но ведь врачи-то многие об этом знают, но не задумываются, почему это произошло. Я же вам говорю, что можно с помощью сознания восстановить органы, которые сегодня вырезали. Посмотрите на сайте. Я же не убеждаю вас. Но я свидетель, я сам участник этого процесса. Ведь нам это не надо. Мы хотим, чтобы медицина взяла, а Академия наук со всеми академиками считает, что это мракобесие. Но сами академики, посмотрите, кибернетика родилась у нас. У нас считалось, что это буржуинские происки, это мракобесие, иммунитет. Создали у нас. Потом он пришел к нам, но мы опоздали на 15-20 лет. Радио мы же создали, кто-то придумал. Телевидение в России. И эта Академия, вот сегодня нанотехнология, это страшно. Да, ее нужно, но то, что нанотехнология превращается в искусственный фактор питания, дыхания, жизни и все прочее, это же страшно. Вот вам мобильное. Это же страшно, что творится. Особенно дети. У них мозги в воде плавают. И сейчас очень много появляется. Дети, опухоли мозга, нервная система, глаза, уши через 3-5 лет. Почему в Японии до 10 лет нельзя детям использовать эти самые мобильники? Потому что они знают, что это все уже травмы. Это психически нормальный нервный навротик в будущем. Вода, без воды мы жить не можем. Особенно с возрастом люди просто перестают пить воду. И говорят, я не хочу. Ну, не хочет. Но вода, это в детстве, это 90 почти больше. Потом уменьшается. Взрослые это 7-75%. В старости даже доходит до 50-60. Но без воды нет электричества. Это тот же водопад. У нас клетка, там тысячи митохондрий, там маленькие электростанции, которые должны работать только в воде. Она грязная, как я вам говорил, за счет зашакованности. И вода, вот сейчас уже я всем надоел. Сейчас все говорят, врачи, пейте воду. Но никто не говорит, какую воду. Вода, это мощная энергосистема. Если вода, это кофе, это чай, это различия напитки. Она уже связана, вода. Она не работает. Чистую воду, да? Да. Организм должен эту воду освободить от этих наслаждений. И только чистая вода проходит в клетку. Все. И поэтому нужно пить летом, вернее зимой, минимум полтора, летом 2 литра воды. Мы выделяем минимум полторы. Нужно компенсировать. И пить воду до еды за 10-15 минут. Во время еды ни одного глотка. После еды, если мясо уже вы съели, это минимум 2 часа. После каши там где-то там полтора. Но если вы хоть один глоток сделали, вы разбавили соляную кислоту, пищеварительные соки, пища не переварится. Все деньги, которые вы потратили, все уходят туда. То есть разделять пищу и воду? Конечно. Промежутки между едой, пейте сколько хотите кушать, пейте воду. Вот некоторые говорят, я не могу пить воду, вернее хочу кушать. Вам не кушать надо, вам нужно пить воду. Это пища номер один. Вода лежит в основе любого биохимического процесса. Причем чистая вода. Некоторые говорят, а где взять с водопровода грязные? Вы берете вечером банку. Она хлор... Утром осадок вы сливаете, осадок выливаете. И эту воду вы кипятите. До того состояния, до так называемого эффекта белого ключа. Она еще не кипит, но пузыречки идут. Эту воду закрыть, быстро остудить. Эта вода становится структурированной. Талая вода, та, которая нужна клетке. Только она в пределах трех часов. Вы выпили, пейте сколько хотите. Вот первое там. И утром, и до обеда эту воду. Считайте, вы уже делаете настолько благо делать за клетки, что она просто оздоравливается, что ли, с помощью этой воды. Вечером делаете то же самое. Так, ну это вот четыре постулата, да? Это главное. Главное. А теперь движение. Без движения ничего нет. Все должно работать. Это я уже не говорю прогулки. Если даже прогулок нет. Это вот эти приседания, которые я предлагаю уже 10-15 лет. Но никто на это не обращает внимания. Это вы говорили уже сейчас. Да, я вам покажу. Сейчас будем гулять, как это делается. И теперь вопрос в отношении любой. Ну, если есть возможность там купаться, это бассейн, это, само собой, это природа. И вопрос в отношении этих движений. Утром ходить на ягодцах. То, на чём мы сидим, это наше болото. Но самое главное, в одной из них написал, что это самая важная часть нашего организма. Всё начинается там и там кончается. Там у нас минус. Там у нас атомный реактор. И поэтому всё должно там работать. Оттуда растут ноги. Там этот позвоночник залипает. Вот я вам показывал. Ведь больно. Через 2-3 минуты я снял эту боль. Но он же ничего не делает. Но я за него делать не буду. Ну, понятно. И поэтому и движение. Естественное. И чем больше, ближе к природе. И последний постулат. Что в отношении мяса. Мясо – это тяжёлый продукт. Это мёртвый продукт. На Кавказе умно поступает. Приезжает гость, режут бараны, свежее мясо. И очень много травы. Очень умное. У нас такого мяса нет. Замораживает, размораживает. Это труп. Его перерабатывает очень трудно организму. Много идёт энергии. А энергия должна жить, любить, работать. Мозги, чтобы работать. А там переваривается. И тем более на фоне вот этой разбавленных пищеварительных соков. Если человек заболел, мясо категорически запрещено. Закисляет среду. Кисло становится. А это как раз рассадник для всей патологии. И вот поэтому с возрастом нужно переходить на природный режим. Чем больше растительной пищи, там есть витамины, микро-макроэлементы, фитогормоны. Всё там есть. Я спрашиваю, вы корову видели? Видел. Она читать умеет? Нет. Детю соблюдают? Нет. Но у неё же рога копыта есть, молоко есть, мясо. У нас всё есть. Почему? Вы забыли закон природы. Но закон природы гласит. Три четверти щёлочи, одна четверть мяса, кислые продукты. Это иногда нужно. Откуда взять? Ну, та же рыба. Вон, японцы. Рыбу едят. На севере там страконину, сырое мясо едят. И там рыбы много едят. Ведь живут нормально, своеобразной продажем жизнь. Так всё дело в том, сейчас новая книжка выйдет. Я оправдываю немножко мясо. Вот всё, они же забросаны, они никому не нужны. Но там курочка бегает, свинья есть, корова есть. А что им делать, если мясо не ест? Книга будет называться так. Пилюля от животного мира. Как правильно есть мясо, чтобы оно не так вредило? Это будет книга в конце года, выйдет. И просто вот это нужно знать. И для того, чтобы вот эта природа была у вас, чтобы вы брали все витамины, все гормоны, все аминокислоты. Ну, добавьте там ещё орешки. Самые различные. Семечки, тыквенные, орехи, грецкие, какие угодно. Там есть аминокислоты. И всё там есть. И не надо дрожать, что я без мяса не могу. А женщины наоборот хотят. Мужик, бабушка, мама сказала, мужика корми мясом. Всё. Они же на 7-10 лет меньше живут. Так женщины же способствуют тому, что этот мужик умирает раньше. Не надо этого делать. Иван Павлович, возвращаемся к центру, к этому. Всё-таки методика здесь вот голодания и коктейли. Это физиологическое голодание. Это не голодание в полном смысле. Мы останавливаем кишечник работать. Ну, вот как будто вы уезжаете с дачи и на автономное питание останавливаете минимум, чтобы обогревалось там. Вот это мы делаем. Но отличие от тех центров, которые есть и в России, другие, там клизмы ставят. Клизматроны, так называемые. Это гидроколонотерапия. По одному ведру воду качают. Я сам был сторонник, но я отказался. Этого нельзя делать. Очищает только толстый кишечник. А тонкий и печень, и всё остаётся грязными. А здесь мы промываем всё через рот. Потому что вот эти клизмы, это, во-первых, неэстетично. Лезут трубой куда-то чего-то. Это неэтично. Вымывают всё, что только можно. А мы ничего не вымываем. Мы с помощью вот этой очистки убираем только патологию. А живая, там за эти дисбактериоз снимается, это снимается. И мы всё восстанавливаем. Это отличие от всего того, что делаю сегодня в стране. Эти приборы, которые узаконены, бёдрами там прочищают, деньги громадные берут. Мракобесие, простите. Я был 10 лет назад, помогал. Даже эти в Ленинграде выпускают эти приборы. За границей нельзя этого делать. И мы без клизм, без ничего, тихой сапой очищаем. Но и печень, в том числе, под золотую железу, почки и кровь. Без клизм, без ничего. Если клизму мы тут делаем, только там, в этом самом. Ведь женские, мужские органы. И вот там мы специально методику, это то, что я придумал, и нигде нету, мы всё это делаем. И если пришли и проблемы там, через три недели проблемы там исчезают. Вот это особенность вот этих центров. У меня в Москве при центре гражданской авиации, это мощнейший центр, почти тысячи коек. У меня там был стационар. И я думал, что там я внедрю. Но я поперек лодки стою официально. И они сделали всё, чтобы меня оттуда уничтожить. Я обратился к Лужкову, он мне дал помещение, поликлиника была. Но центр, и мы там за неделю, мы вылечивали всю власть, которые и мэрии, и министров, и жёны, и не только их жён. И мы за неделю справились. Но там была вот эта очистка. А потом я понял, не надо этого делать. И мы сегодня, в момент вот этого голодания, проводим специальную систему, что человек даже не испытывает желание покушать. Не испытывает. Но ведь, вы просто считаете заключение, и там вот женщины вчера, вот они приходили сюда, чтобы я их посмотрел, она пришла сюда 180 на 120 с гостью лекарств. Это уже почти злокачественная гипертония, она не лечится. И здесь её лечили 8, больше 10 лет на лекарствах. Через 3 недели, вчера померил, 130 на 75 на 80. Лекарств никаких нет. Прошло 2 месяца, это первый заезд она была. Я же ничего не придумаю. Это результат, который здесь уже у вас, в Кирове. В Госдуме там был, мне нужно было, я туда проник, чтобы мне было войти, вот, чтобы народная медицина, да, чтобы она никуда не исчезла, была там. Там Голикова, этот министр здравоохранения, а не здравоохранения, она хотела выбросить медицину. И вот Олег Дорьянович помог это сделать, ну и помог там Грызлов. Я вышел на уровень Грызлова. Мы ему помогли то, что никто в России не мог ему помочь, и его семье. И я уже мог входить к нему как угодно, что угодно. И он создал условие, что я был включен вместе с президентом нашей ассоциации народных селителей в состав комиссии по подготовлению этого закона. И поэтому Олегу Дорьяновичу, вот он предложил, и создать центр здесь. Я с удовольствием, я знаю, что это человек печется о людях, человек печется о как можно больше сделать добра. И я сказал, я помогу, поэтому я здесь. Вот честно говоря, я в жизни встречаюсь вот с такими людьми, потому что я сам. Я стараюсь отдать всё, что только можно, не задумываясь. И вдруг мне потом возвращается сторица всё это. И всё это работает взаимоотношение как части Вселенной. Человек не успел отдать, он каким-то образом получает. Человек чем больше хапает, чем больше ворует, всё прочее, всё, рано или поздно он всё потеряет. Он же живёт в страхе, что он потеряет, что там где-то чего-то охраны, что его всё равно убьют. Что вы делаете? Живите с чистыми помыслами, и то, что вы можете в жизни отдать, отдайте. Вам всё равно воздастся. Не сегодня, не завтра. И самое главное, это настрой на позитив. Если вы чего-то боитесь, в чём-то не уверены, а где-то чего-то там, где-то зависть какая-то порвает, рано, это в первую очередь вы делаете плохо для себя. Энергия отрицательная работает против вас. Вот поэтому надо в этом плане, ну, на позитив себя настроить. И больных мы здесь учим. Если вы пришли, чтобы мы вам помогли, да мы вам не поможем. Только вы и мы вместе, а болезнь уберём. Но только вы будете делать то, что мы вам говорим. Это тоже один из постулатов. И меня Олег Дарьянович купил именно вот своей вот этим отношением. Хотя он такой уверен, хотя он там где-то чего-то, но внутреннее вот это ядро у него довольно в этом плане вот свойственно для русского человека, который, ну, пытается сделать. Ну, вот садоводы. Ну, плохой человек ведь не может выращивать цветы. Он, наоборот, их срывает, продаёт там всё, что угодно. Это лишний раз характеризует о том, ну, как там внутри у него. Хотя внешне может там он и проявить где-то и характер, где-то что-то делать. Так же, как я. Я говорю, что я делаю добро, а вот Малышева, доктор, профессор Нук, называет народную медицину со мной мракобесием. Но я-то могу сейчас точно доказать, если она, она знает мой телефон, знает меня. Если будем мы с ней разговаривать, я за пять минут докажу, что это безграмотный человек, который пытается учить людей на грани фола. Говорит умные слова, но она не договорит то, что я знаю, то, что я говорю, то, что я проповедую. Обращайтесь к врачам. Вот этот умный, о, какой он, да он там всё делает. А для меня сегодня врачи, извините, они выполняют волю того, кто их научил продавать лекарства. И всё эти приборы, аппараты, зачем они? Вы же вот держите вот эту штуку, но этому нужно научиться. Я три раза умирал, и третий раз меня оставили жить, выполнять свою миссию. И после этого я стал вот это считывать. Информации там, никакого чуда нет. Я сейчас вам покажу этот вот журнал, что, Иван, чудотворец, умение, но мы можем научить этому. У меня врачи, если они этого не знают, и ридодиагностику, у меня работать они не имеют права. Если человек у меня заболел, я его увольняю, мне не нужен больной. Вы пройдите школу, восстановите, всё, тогда я буду с вами работать. Ко мне приходит гипертоник, там что, вот, сама красная, и говорю, просвитие, а как давление? О, у меня это, вот, сейчас я буду, извините, я работать не возьму вас. Я врач первой категории, идите, идите с этой категорией. Вы мне не нужны, потому что врач не имеет права болеть. Как он может лечить гипертоника, когда сам умирает 40 лет от гипертонии? Ну, это же нонсенс. Но я-то умею это сделать, они не хотят, они не умеют, потому что им нужно продавать лекарства. Им нужно этих больных держать на этом пойле, который само является отравляющим веществом.